Его называли не иначе, как «Царь Фёдор». Это прозвище Фёдор Лощенков заработал за время своего 25-летнего правления. Столько он проработал в должности первого секретаря Ярославского обкома партии. Сегодня, в день столетия Лощенкова, друзья, близкие и коллеги Фёдора Ивановича собрались у дома на Волжской набережной, где жил советский партийный деятель. В музее истории города открылась выставка, посвященная 100-летнему юбилею Фёдора Лощенкова. За 25 лет партийной работы в Ярославском регионе он успел оказать влияние на все сферы жизни области. При нём в Ярославле были открыты пять высших учебных заведений, а городское население увеличилось на 200 тысяч человек. На семью времени, конечно, не хватало. Когда Фёдор Лощенков начинал работать в Ярославле, его дочери были совсем маленькими. Мы, когда засыпали вечером перед школой, его ещё не было. А когда утром шли в школу, его уже не было. В субботу его тоже не было. Но в воскресенье он, естественно, уделял какое-то внимание нам. Ну, в основном, конечно, это была мама воспитанием занималась. А мы старались просто не подкачать, быть правильными. Зато внукам он больше внимания. Мы как бы это вот... Это внуков, да. Вот это он уже с ними гулял больше времени. И читал им. Это вот новый виток у него пошёл. Те, кто работал под руководством Фёдора Ивановича в обкоме партии, до сих пор восхищаются его подходом к делу. Человек он был строгий, ответственный, но очень справедливый и очень доброжелательный. Вот на его лице мы никогда не видели хмурого, вот такого выражения. Он шёл всегда твёрдо, смело и всегда спорный. Под таким руководством можно было бы работать до 100 лет, но не удалось. Такая повышенная активность Фёдора Лощенкова на Ярославской земле нравилась далеко не всем. Особенно много претензий его деятельность вызывала в конце 80-х годов. Когда уже речь пошла о сломе тоталитарной, как её называли, авторитарной коммунистической системы, Фёдор Иванович олицетворялся как её, так сказать, яркий представитель. И это, так сказать, негатив определенный внесло. Ну и, конечно, были и объективные факторы личного характера, такие как барственность, например. Это тоже многим бросалось в глаза, хотя не все это говорили. После выхода на пенсию Фёдор Иванович жил в Москве. Изданы две книги его мемуаров и книга интервью с политиком. Екатерина Бубнова, Сергей Мазилов. День в событиях.